Свидетель происшествия Полтысячи уголовных дел возбудили в Красноярском крае за повторную пьяную езду. И это только за первые два месяца 2017 года. Всего же за январь и февраль было задержано 810 водителей, из них больше 50 сели за решетку. Почти 400 человек приговорили к обязательным работам. По данным полицейских, больше всего погонять под шофе любят в Красноярске, Канске, Шарыпово и Минусинске. Нередко о пьяных за рулем стражам порядка сообщают случайные свидетели. Мы сообщили конкретно, что выпил пиво, сел за ровно и поехал. Где? Где я выпил пиво, я там слушал конкретно. Да я не знаю, не знаю, не было такого наимения, тем более я вообще не тормозился. Я вот здесь в шестом был, вот мы взяли пиво, поехали, ищу, блядь, поражай, себе поехали. А где в шестом? Мы тебя на энергетику выделили. Да, ну завезли человека на воду, а потом с российской ты ехал. Да я не пил там никакого пива, че он гонит? И сегодня наша съемочная группа пообщалась с теми, кто получил уголовное наказание за пьяную езду. Эксклюзивное интервью осужденных прямо сейчас. По пьяной лавочке небо в клеточку. Дома остались пятеро детей и жена. Евгений поплатился за езду под шофе с собственной свободой. Пьяным за рулем полицейские поймали его уже дважды. В первый раз мужчина отделался штрафом в 30 тысяч и лишением водительских прав. Во второй раз суд отправил лихача за решетку. Кроме того, что мужчина лишился свободы, он еще надолго может забыть об основном своем заработке. По профессии он дальнобойщик. Ну как произошло? Сидели мы, отдыхали в кабаке, так сказать. Все, позвонили мне ночью с работы, то, что надо утром рано ехать. Я, не подумавши, сел за руль и поехал на своей личной машине, поехал на рабочее место. Тем самым нарушил правила и меня остановили граждане ДПС. Все, меня расставали. Первый раз, конечно, тоже такой же практически ситуация, такая же. Все вот это вот пьянство. Думал, на русский авось пронесет. О том, что вступили в силу поправки в закон о нарушении ПДД, Евгений Бубнов знал. И был уверен, что ночью в Богучанах точно будет не до него. Думал, сэкономить пару минут теперь считает месяцы, проведенные за решеткой. За это время на свободе много что произошло. Дочь родилась последняя, 24 января 2017 года. А вы уже здесь были? Да. Вам должно быть вообще обидно? Очень. Вместо домашних забот, принудительной работы в колонии, история еще одного любителя покататься за рулем под градусом похожа на сотни других. Как обычно, сел, вернее, выпил, сел, поехал. Сейчас, конечно, это кажется, что, конечно, это глупость. Что это серьезно, полгода просто получается. Сейчас Евгений Радыгин метет улицы и красит забор на благо общества. Дома ждет жена и дети, для которых папа находится в длительной командировке. Рассказать правду мужчине стыдно и за руль теперь садиться страшно. А мужчину водить хочется? Сейчас, наверное, уже нет, вообще даже ни в каком состоянии, ни в трезвом, ни в пьяном. В уголовно-исполнительной инспекции говорят, что в местах не столь отдаленных все больше становится тех, кто сел пьяным за руль. Сейчас в Красноярском крае к уголовной ответственности привлечены 72 человека. 53 из них находятся в колониях. Санкция статьи предусматривает обязательные работы, принудительные работы, штраф до 300 тысяч, лишение свободы на срок до двух лет с обязательным дополнительным наказанием в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок до трех лет. Очень часто они не понимают о том, что наступает уголовная ответственность, так как эта норма действует совсем недавно. А ранее за это же преступление полагалось административное взыскание. Это штраф до 30 тысяч и либо административный арест сроком до 15 суток. Надеются, что не заметят, не поймают, что проедет дворами. По статистике, чаще всего пьяными садятся за руль замужние или женатые безработные люди из благополучных семей, для которых езда под градусом стала привычной. Так в феврале, марте и июле прошлого года 27-летнюю женщину три раза ловили пьяно. Суд ей вынес штраф на общую сумму 260 тысяч рублей и лишение свободы условно сроком на пять лет. Юлия Камлякова, Сергей Кашин, специально для программы «Свидетель происшествия». И в продолжении дорожной темы. Сильно торопился и решил немного сократить. Сотрудники полка ДПС нашли и привлекли к ответственности водителя, который проехал через кольцо предмостной площади по газону. Видео дерзкого поступка появилось в сети еще 16 марта. Как выяснилось, за рулем «Мерседес-Бенса» был 44-летний мужчина. Свой поступок он объяснил тем, что торопился отвезти ребенка в школу. Автолюбителя привлекли к административной ответственности и выписали штраф в полторы тысячи рублей. В нашей программе стартовала новая рубрика «Ищу свидетеля». Если вы попали в ДТП и вам необходимо найти очевидца происшествия, пишите нам в социальных сетях. В комментариях вы должны написать время и место, где произошла авария, описать участников ДТП, это марк автомобиля, госномер. И также описать характер ДТП, указать номер своего телефона, по которому с вами можно связаться. Давайте посмотрим, как это можно делать. Заходите на страничку официальную нашу ВКонтакте. Там вы видите страничку официальной нашей ВКонтакте. Есть обсуждения. Заходите в эти обсуждения. Затем вы попадаете на обсуждения «Ищу свидетелей». И вот здесь уже есть первый комментарий. 2.03.2017 в 19.00 авария произошла на улице Айвазовского, 16. Водитель «Тойота Марк 2» синего цвета, госномер, выехал на встречную полосу движения на улице 26 бакинских комиссаров. В результате эта машина столкнулась с ВАЗом, 21.144, ВАЗ перевернулся, а водитель «Тойота Марк 2» скрылся с места происшествия. Если вам что-то известно о месте нахождения водителя «Тойота Марк 2» синего цвета, госномер Р278БЕ 55 региона, просьба сообщить по номеру 226-8373. И также, если вам нужна помощь, пишите нам на этой страничке, мы обязательно поможем как-то найти свидетелей и все-таки наказать виновника аварии. Мы продолжаем выпуск. Погоня словно в фильме такси развернулась в Казачинском районе. Ее кадры вы можете видеть на экране. Так дорожные полицейские ловили троих молодых людей 26-27 лет. Ориентировка на них пришла из Анисейска. Парни подозревают в краже денег из платежки. О том, что ночью грабят павильон, сообщил очевидец. Слоумышленников поймали спустя два часа. Сумму, которую удалось ввести парням, не уточняется, но деньги при них нашли. Молодых людей задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Наркотики в обмен на иномарки. Красноярский полицейский задержали 38-летнего мужчину и троих его подельников в момент передачи гашиша. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в автомобилях подозреваемых стражей порядка изъяли более 1 килограмма наркотических веществ. Оперативниками также было установлено, что поставщик обменивал наркотики на отечественные и импортные автомобили. В настоящее время в отношении злоумышленников следственным отделом ГСУ ГО МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных лиц к совершению других преступлений на территории Красноярского края. Вместо денег ремонт Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в закон о приоритете натурального возмещения в ОСАГО. Сейчас застрахованный автовладелец в случае ДТП может выбрать, получить ему деньги или же согласиться на ремонт. При этом сейчас в рамках ОСАГО на ремонт соглашаются всего 10% красноярцев, остальные предпочитают брать деньги и зарабатывать на разнице в ремонте. Есть категория владельцев, и это четверть от общего числа, кто старые повреждения авто выдают за новые, тем самым увеличивая сумму выплаты. От таких мошенников поправки и должны были обезопасить компании. Выдавать деньги по закону предлагают в двух случаях. Если машина полностью разбита или цена ремонта превышает страховую сумму. Но в этом случае общая сумма будет считаться с учетом износа деталей. А вот несут ответственность за ремонт страховщики. Но есть нюанс. Детали в сервис должны ставить новые, оригинальные. Увеличатся выплаты, объем выплат, сумма выплат увеличится, потому что исключится износ. Будет для ряда автомобилей до двух лет выплаты по ценам дилера, что примерно раза в два увеличит выплаты. Ну и при нынешних объеме выплат по ОСАГО, вот буквально за январь этого года у нас выплаты составили порядка 130% от собранных премий. Ну еще увеличит ОСАГО, еще убыточность ОСАГО увеличит. Подробный сюжет о новшествах в законе об ОСАГО смотрите в вечерних выпусках новостей в 19.30 и 21.00. Жвачку с заданиями изымут из продажи. Об этом на официальном сайте сообщил сам производитель. Цитирую. «Мы прекратили рекламную кампанию, правда или действие, отменили все активности рекламного характера и разместили дополнительную информацию, призывающую к обдуманному поведению при выполнении заданий». Конец цитаты. В магазинах оставшуюся жвачку сейчас должны заменить на аналогичную, но без заданий. Напомню, такая жевательная резинка появилась на прилавках в феврале. Тогда пользователи соцсетей раскритиковали рекламную акцию. На вкладышах были написаны такие задания, как цитирую. «Если бы сегодняшний день был последним в жизни, как бы ты его провел? Что точно нужно успеть сделать перед смертью? Поделись ответом сетей. Или заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи». Это все цитаты из данной жвачки. «Понятно, мы не можем говорить про всех подростков и младших подростков, потому что все дети разные. Есть дети, которые с очень развитым критическим мышлением, они проигнорируют эти инструкции, но вероятность того, что есть дети, которые это могут сделать, она существует. Определенная категория детей, которые с низким критическим мышлением, с несформированными представлениями социальными о мире, они, конечно, в зоне риска оказываются. «Тут нет никакой гарантии. То есть сказать, что этот ребенок или сделает, или не сделает, мы не можем. В этом смысле лучше убрать эту продукцию просто с прилавков и не думать про это». «У вас жвачка такая продается?» «Конечно». «А как часто берут ее?» «Хорошо берут». Как видим, пока в некоторых торговых точках еще можно найти эту жвачку. Но представители крупных торговых сетей подтверждают, что вернули всю партию с заданиями изготовителю. Добавлю, в Красноярском Роспотребнадзоре жалоб на жвачку с заданиями не были и проверок не проводилось. Хотели выспаться ночью? Забудьте. Гораздо лучше, когда за стеной каждый день праздник, песни под гитару и громкие разговоры. И в таком режиме жители 53-го дома по улице Горького живут с прошлого года. Утихомирить шумных соседей не получается. На компромисс молодые люди идти не хотят. Не спасает даже полиция. Хотя в Красноярском крае действует закон о тишине. А сложнее дело то, что квартира сдается в аренду. И хозяйка на жалобы не реагирует. Платят жильцы и ладно. Особенно сложно в теплое время года, потому что на ночь открываешь балкон и окна, чтобы спать было комфортно. А они как раз выходят с друзьями на балкон, курят и разговаривают очень шумно, не снижая, естественно, голос, независимо от того, 3 часа, это ночи, 4, это утра. Соседи наши неоднократно полицию вызывали. К сожалению, каким результатом пока это не привело. Мы писали заявление участковому, подписывали также соседей нашего подъезда. Но тоже, к сожалению, пока результата никакого нет. В полиции говорят, все жалобы передают в специальную комиссию при районных администрациях. И уже чиновники принимают решение, штрафовать или нет этих людей. Так, в прошлом году выписали штрафов больше, чем на 1200 штрафов на сумму почти миллион рублей. И больше 500 человек получили предупреждение. Завтра в Свердловском районе появится спецтехника и люди с оружием в руках. Но этого пугаться не стоит. Это будет всего лишь учение силовиков. Оперативный штаб также предупреждает горожан о возможных заторах на дорогах. Не исключено, что будут слышны и выстрели. Силовики просят сохранять спокойствие, подчиняться законным требованиям полиции и не паниковать. Любая перестрелка лишь имитация и не причинит вреда никому. На этом все. А если вы стали свидетелем происшествия, присылайте нам свое видео с помощью приложения Вибер, Ватсап или Телеграм на номер 8953-585-1414. Либо присылайте в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке или пишите лично мне. Становитесь нашими соавторами. С вами была Юлия Комлякова. Удачи вам и берегите себя. Тебе есть что рассказать? Мы доступны во всех популярных приложениях. Плюс семь девятьсот пятьдесят три пятьсот восемьдесят пять четырнадцать четырнадцать. Пиши, звони, будь на связи с городом.